Господа, такие новости, что ДТП случаются каждый день. Серьезно. И для любого автомобилиста это всегда стресс, потому что мало кто знает, как в этой ситуации себя вести, куда звонить. И самое главное, как правильно зафиксировать вот эти все автомобили, все повреждения, чтобы потом без проблем получить выплату по страховке. Именно поэтому у Тинькофф Страхование есть очень классный проект, который называется «Помощь на дорогах». В его рамках по Москве курсируют 10 ярких автомобилей, в которых находятся аварийные комиссары. И они совершенно бесплатно консультируют людей, попавших в ДТП. При этом даже не важно, в какой страховой у них оформлен полис. В ноябре количество экипажей удвоится, но даже при этом любой житель РФ, если вы, допустим, не в Москве, может все равно взять и позвонить по бесплатному телефону 8 800 555 15 99 и получить консультацию в случае ДТП. Ну а 9 декабря эти автомобили можно будет встретить не только на дорогах, но в том числе и возле популярных торговых центров Москвы. Ну а сотрудники, помимо помощи, будут также разыгрывать призы среди автомобилистов. Мало кто знает, но если вы оформили каско от компании Тинькофф, то вам помощь таких автомобилей доступна круглосуточно. Просто позвоните по телефону 8 800 555 15 99. Преимущества каско от Тинькофф все те же. Это и направление на ремонт в течение одного часа, и ремонт зеркал, стекол и фар без справок, и самое главное, ни в какой офис бегать не надо. Все документы можно подать онлайн. Естественно, есть и поддержка 24 на 7, а также скидки до 30% для аккуратных водителей. Для клиента Тинькофф при покупке полиса каско возможен кэшбэк 10% при условии подписки Тинькофф Про или Премиум, но по моему промокоду вы сможете получить еще и дополнительные 10%. Акция действует только до 31 декабря, поэтому даже если прямо сейчас вам каско продлевать или оформлять не нужно, заскриньте и успейте в эти сроки оформить выгодно по промокоду. Все подробности акции будут в описании. Упрощайте свою жизнь с Тинькофф Страхованием. Господа, здравствуйте. У нас сегодня старая Америка. Это все, что мы любим и очень уважаем за его неповторимый абсолютно авторский стиль. И у нас сейчас тот самый золотой час, когда машина уже найдена, а продавец еще нет. А значит мы можем посмотреть машину, как хотим вообще. Но если вкратце, все примерно как в объявлении. То есть покраска с баллончика, она должна заводиться и ехать. Я вижу, что так, здесь 4 гайки. Здесь 4 гайки. Здесь 4 гайки. Здесь 4 гайки. А знаешь, почему так происходит? Когда полностью одно колесо на дороге отлетает с полуосью, у тебя минус 5 гаек. Соответственно, где взять? Надо с каждого колеса открутить по одной, и, соответственно, у тебя получится комплект по 4. Вот. Плюс, видишь, серебрянка еще сверху. Вот здесь что-то происходило явно совершенно недавно. Когда вместе с гайками красит серебрянкой, это хороший признак. Но рама явно на месте. А рама на месте, знаете почему? Потому что она размером с грузовик. Поэтому такую раму не угомонить вообще никогда. А, это интересно, санкционировано или нет? Заднего ряда нет. А она на механике? Я думал, мы на автомате. Я не посмотрел. А я не посмотрел даже объяву. Увидел Explorer. Вот такая вечерка. Да? А я даже не посмотрел. Я просто вижу, что старый американец не может же быть. Ладно, закроем. Типа нас здесь не было. Ну, из печального, что нет заднего ряда. Причем, он захлопывается. Это еще не наша машина. Да, это еще не наша машина. То есть мы что-то делаем неправильно, ты хочешь сказать? Мы начали это делать в момент, когда начали смотреть это объявление. Вот тогда уже была допущена главная ошибка. Сейчас уже неважно. Тут вообще система... Погоди, она вся открыта. Как она при этом выжила здесь? Алло, да. Да, здравствуйте. А я вот на местности. Вроде пока визуально все в порядке. Завести бы, посмотреть. Да, да. Давайте чуть можете подождать меня. Я скоро буду. Просто чуть по времени. Все, принято. Ожидаем. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Минут 15-20. Угу. Окей. Окей. 45-73. Может, тогда сами попробуем завести. Ключи там что-то. А я приколюсь, если ключи вставлены. Ну, вообще, по идее, это незаконно, да, то, что мы сейчас делаем. Это же не наши машины. Алло, спасибо. Да, в смысле? Так, ну, я не знаю. Вообще, это, наверное, неправильно. А если позвонить, спросить? Нет, это точно неправильно. Это, нету тогда интриги. Ты же понимаешь, все же дело в эмоциях. В смысле, покасанить на чужой тачке, а потом вернуть ее? Отснять и вернуть. Он бы даже не заметил. Продавца нет еще его. Она стоит открытая с ключами. Да тут тоже... Погоди, я уверен, доки должны быть здесь. Хоть, может, возьмем это с ламинатом? Сразу готовый бизнес. А тоже открыто, наверное, и с ключом, да? Есть. Как минимум, люк открыт. Ключа нет. Люк открыт в натуре, ламинат в машине. Здесь что-то происходит. Это самое необычное из того, что у нас было когда-либо. Оно вся открыта полностью. Ключи в замке. Но нет документов. Ну, ладно. Что с этим делать? Без заднего ряда. О, изолента. Вот на ней все и держалось. Здорово, пацаны. Зато можно запаску достать прямо отсюда, мне кажется, если что-то случится. Но нет запаски, видишь? Нет, я отсюда вяжу улицу. А отсюда только пока не вижу. Но салон красный. Блин, старый американец на красном салоне. Ну, это же фантастика. Ладно, давайте теперь уже точно подождем владельца. Ну, или представителя владельца хотя бы. Потому что мне кажется, что-то мы уже как-то это... Мы когда так сделали последний раз, это был кадет за 5 тысяч рублей. Чего, все закончилось, олды помнят. Мы угробили тогда эту тачку и вернули обратно. И не стали покупать. Вот, давайте остановимся сейчас и подождем все-таки представителя собственника. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Костик. Костик. Знаю. Спасибо. Так. Ого. Зал выйдется. А капотик можно дернуть как-то глянуть? Ого. 4 литра, 160 сил. Эффективность. А доки есть? Да. СТС-ка есть? А где? Слушай, ну при этом даже ничего не капает. Мы рискуем даже, наверное, покататься. Если все нормально. А, это ты делаешь? Господи, я думал, как? Даже мое стекло работает, только наоборот. А, ну тут ладно, в общем. Работало. А, оно перекашивается. Даже, по-моему, печка греет. По ощущениям. И он не перегревается на данном этапе. Давление масла есть. Что я могу еще сказать? На документах я часто не найду. Да, без документов это не вариант. Из документов по телефону говорили, что есть только СТС и все. Нет, нет, есть СТС-ка. Я сам вчера ее лежит видел просто. Ага. Куда-то ее, видимо, положили. Потому что она через пол выпала. Ха, просто на земле поискать, да, лежит? Ого. А вот она валяется. О, мы нашли. Вон, за под креслом. А, вот она, да. Натуре. Ничего себе, вот это успех. Да, я же. Но это же выглядит, как она. Ну-ка, КМТ 035. Форд Эксплорер, да. Четенько. Да, здравствуйте снова Константин. Вроде на месте, все посмотрели. Тачка огонь, как ожидалось. А, что по цене? По цене на 152 висит за 130. Нормально будет? За 120 даже нормально будет? Ну, давайте 125, чтобы я в минус не вышел. Хорошо, на карту смогу отправить? Да, да, конечно. К этому номеру привязано? Привязано. Ну, все, тогда сейчас запульну. Спасибо. Ага, спасибо. Ну, что, пацаны, аниме? 125. Ну, 125 выглядит приятно. Не 100, конечно. Но со старыми американцами у нас всегда какая-то чухарда. Те самые семейные ценности. Господа, огромный багажник, много места, можно сложить вещи и ехать на этой машине далеко. Проще говоря, путешествовать. Путешествовать – это всегда топчик. Ну, а самый топчик – это путешествовать со скидками до 47%. И это можно реализовать при помощи сервиса для бронирования отелей Отелло от 2GIS. С 20 по 30 ноября в приложении и на сайте Отелло проходит Черная пятница, где каждый день вы можете сэкономить до 47%. Отлично провести выходные, скажем, в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи. Всего вы можете выбрать из 20 городов. Заселяйтесь в любые даты до 29 февраля. Каких же скидок ждать? Например, 10% скидка на любое бронирование по промокоду АкадемикБФ. Причем максимальная сумма скидки не ограничена. Специальные скидки от отелей от 15 до 35%, которые можно найти по фильтру Черная пятница. А еще можно потратить бонусы с Берспасибо на скидку до 99%, а также получить кэшбэк 10% при первом бронировании и 5% при втором. Скачивайте приложение по ссылке в описании или сканируйте QR-код, который будет здесь на экранчике. Мы даже пока его специально подождем, пока вы сканируете. Так что торопитесь забронировать лучший номер и подарите близким пару дней в загородном отеле или, допустим, в горнолыжном курорте. КОНЕЦ У нас есть нюансы по автомобилю. Из простого это ремень безопасности. Он с одной стороны есть, с другой стороны вот он там, закушан за сидением и примотан к чему-то внизу. Его использовать невозможно. Это очень плохо. Поэтому мы сегодня постараемся держаться в районе полей, лесов и где-то того, где ремень нам типа не страшен. Дальше у нас машина заводится. Да, заводится с ключа. Все четко. Сцепление просто дубовое. Все отлично. Мы завелись. Механическая коробка передач. Да, я просто когда вижу в Америкоса в объявах, я сразу думал, что автомат. Оказалось, механика. Более того, здесь нет никаких рычагов, связанных с полным приводом. Значит, у нас задний привод. Да. Это какая-то базовая самая вот эта вот комплектация эксплорера. Базовее уже не было. Гидроусилитель есть. Воет, но есть. Регулируется руль. Причем как-то он, по идее, тут должен... Вот. Он крайне странно как-то регулируется. В общем, руль можно прямо вот как-то так сделать. Зачем так? Ну, ладно. На руле есть кнопки. То есть, это типа мультируль. Но они все отвечают за конди. Есть on-off и есть reset, восстановить и что-то еще там. Фары у нас включаются, как у Газели здесь. И они, судя по отражению в фарах передней машины, работают. Подсветка приборов у нас работает. Печка что-то вроде греет. Но на самом деле, конечно же, очень слабо. Мне непонятно, есть ли тормоза сцепления. Просто трындец. Ну-ка, тормоза. Тормоза есть. Похоже только на какое-то одно колесо. Ну-ка, ну-ка. Видимо, на одно заднее. Но есть. Вот. Тормозит. Амортизаторов нет. Поворотники. Поворотники есть. Так. Сцепление просто там. Не то, что керамика. Там какой-то адамантик. Это крошка валит. Слушай. Да это получается у нас задний привод. А значит, дрифт тайм какой-то. Так. Ну и механика. Блин, конечно, когда едешь на старом американце, механика... Ты можешь ко всему привыкнуть, что он в развалочку, там что-то еще. Еще на то, что он на механике. Что-то, по-моему, второй раз тормоз не нажался. Что-то я не понял. Сейчас. Впереди красный. Будем вести себя аккуратно. Ну-ка. А, тормоз есть. И он даже подзакусывает. Ай, ладно. Тормоза есть. Все. Давайте так скажем. Тормоза есть. Гидрач есть. Все есть. Горит лампочка Check Oil. Это, видимо, или давление масла, или межсервисный интервал. Что масло нужно менять. Песовы знают, это в Америку, что они там в эту машину напихали. Да, аппарат такой. Он одновременно, знаете, как будто американец и как будто не американец. То есть у него повадки смешанные какие-то. Но, конечно же, он огромный, приятный. Торпеда когда-то перешивалась кожей. Видимо, что-то с этой торпедой случилось. И чтобы это что-то, видимо, скрыть, его, соответственно, перешили кожей. Работает даже у нас, по-моему, дворник. Только один. Ну, ладно. Неплохо. Но это крайне интересно. То есть, смотри, тормоза это... Нет, тормоза есть. Есть, есть, есть. Но они странные. В общем, ладно. Не будем их лишний раз трогать. Не будем лишний раз гонять. На этой машине 160 сил, на вес там 2 с лишним тонны. Это в любом случае спасибо, что, в принципе, куда-то едешь. Плюс на заднем приводе. Ну, о чем мы говорим. И красный салон. Вот как всегда мне почему-то везет. Он, конечно, уже перешит. Такое ощущение, что это не сток. Ну, да, видно, что по строчке он весь перешит. Это не сток, не завод. Но, тем не менее, старый американец на красном салоне. Это просто классика классики. Это вот лучше не придумаешь. Черный при этом потолок тоже. Все, это перешито. Видно, что в машину когда-то вкладывалось много сил и энергии. Но металл, к сожалению, не вечен. Поэтому он сгнил. За столько-то лет. С 91 по 2022. Ребята, 32 года пацану. Но едем. Едем, ребята, зашибись. По ощущениям он прикольный, конечно. Супер вальяжный. Никуда спешить не надо. Прямо вот чисто, спокойно, тошнишь там свои там 30-40 миль в час. Что-то типа того, судя по спидометру. И больше ничего не делаешь. Лежаков эта штука не замечает. Это логично. Ну, короче, сразу как-то вот видите, я уже даже как-то телефон взял. То есть в этой машине сразу ты не занимаешься тем, что ты едешь по дороге, что-то там следишь, рулишь, что-то педалируешь. Ты в ней занимаешься какой-то своей жизнью. То есть она как кусочек твоего дома, как диван. Супер уютная при этом. Ну, печка сейчас еще загорела. Вообще прям уютная. Короче, все с ней прям зашибись. Автомат очень бросится, конечно, сюда. Жалко, что мы в слабой комплектации. Но, тем не менее. Естественно, был полный привод. И, естественно, само собой был автомат. И все это было очень классным. Да, но нам досталась вот такая довольно-таки простая бричка, которая передает чисто дух эпохи по подвеске, по какому-то, может быть, характеру автомобиля, но не более. Примечательность для меня именно Explorer была в том, что именно эта тварь убила Бронко. Да, пацаны, именно он убил Бронко. Ну, вернее, руководители в компании Ford так решили, что Ford Bronco 2 на тот момент уже там второе поколение, что-то слишком старый. Ну, и в натуре уже как конец 80-х. Нам нужно что-то новое. Поэтому сделали Explorer. Вот он, красавчик. Презентовали его типа в 90-м. У нас вот прям вот ранний, 91-го года. Вот он значился как модель 91-го года. И вот она у нас машина 91-го года. Самый ранний Explorer. Один из первых прямо бедолага. Слушай, погоди, как это? Ты это видишь, да? Это же видно на камеру. Когда я закрываю переднюю дверь, задняя открывается. Она была не защелкнута. Да, все, теперь вот, вот теперь будет четко. Ну-ка. У него весь низ кузова ходит. Смотри, 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 смотри. То есть вот это... Ты смотри, что происходит. Относительно рамы, кузов. Даже я шатаю своей мощной силой. В общем, бедолага, конечно, погиб. Двигатель, что примечательно, всегда был один такой. То есть, Explorer SV8, они появились уже во втором поколении там. Вначале был только этот двигатель. И что примечательно, что вот, когда Америка была великая, вот на Explorer, она начала уже скатываться потихонечку. Именно на этом. Потому что даже этот двигатель, он уже не чисто американский. Он разрабатывался вместе с европейским подразделением Ford. То есть это уже немножечко, чуть-чуть как бы не то. Хотя ощущения все еще, честно говоря, те же. Абсолютно самые. Никаких передовых систем полного привода здесь не было. Здесь или задний привод, как в нашей версии, самый простой, с механикой. Причем механики у них даже свои не было. Они Маздовскую вставили. Это Маздовская коробка передач. Серьезно. Автомат был свой, американский А4Л. Сейчас пежеводы такие напряглись. Типа что? А4ЛД, по-моему, он назывался. Очень похожее название. Как будто бы это на Peugeot. Но тем не менее, А4Ловский автомат свой. Естественно, четырехступенчатый, как вы поняли, из значения этого. Парадокс в том, что даже при том, что он заменил собой Bronco, сразу же стал нереальным бестселлером. И, по-моему, в два года подряд в начале продаж получал даже премию как лучший внедорожник года. Лучший внедорожник. Но, правда, это касалось, конечно же, полноприводных версий, потому что премия, по-моему, так и называлась, фу-виллер. У них она и до сих пор существует такая. Но, тем не менее, даже существовала задняя приводная компоновка. Так у Америкосов было всегда. Они все понимали, что машина, прежде всего, должна быть большой, уютной, классной и просторной. И уже потом, возможно, если кому-то надо, при этом всем должен был быть и полный привод. В общем, это интересно. Продавался он так хорошо, что позже уже, соответственно, сделали второе поколение, следующий, и до сих пор, и только потом, когда люди стали сильно ностальгировать, когда Explorer окончательно этот хоть на Bronco-то похож, потому что была же еще, ну, трехдверная версия Bronco, ой, господи, Explorer, они традиционно назвали ее Sport. И не потому, вот сейчас многие смеются, типа, а что-то там, вот, вы весну называете Sport, а Sport нет. А в Explorer Sport, вы думаете, Sport было, ну, прямо до усрачки, прямо. Там все такие спортсмены сразу стали, на тех же 160 силах, только потому, что он стал не длинный, а, коротки, он стал Sport. Фронтера Sport, как вы думаете, почему так называется? не потому, что она, блин, спортивная. Sport не всегда значит, что вы самый быстрый. Понимаете? Ну, здесь так вот, оттуда это, УАЗ был Patriot Sport. И тоже все его троллили, а в чем спорт? Да не в чем, блин, изучайте автомобильную историю. Не УАЗ это придумал, и не Opel Frontera. Хорошо, что он был трехдверный, потому что он был трехдверный, и он хотя бы Bronco максимально напоминал по какой-то идеологии. Современный Explorer, конечно, уже не трехдверным не бывает, как вы понимаете, и по диалоге окончательно от Bronco отошел. То есть, тогда они еще не понимали, что у них отнимают божество, и Explorer воспринимался сугубо позитивно. Позже уже начали вот эти вот ласы, где Bronco, где Bronco и компания Ford, только уже совсем в недавнем прошлом, Bronco вернула как таковой, но потому что это вот понятие, заложившее понятие кроссовер, да, это рамный внедорожник, джип, если хотите, но джип стоит там, а это Ford, вот в чем нюанс. То есть, это внедорожник, и следовательно, потом он трансформировался уже в те самые кроссоверы, но это было начало 90-х, из кроссоверов тогда была только Niva, еще никто, правда, не знал, что это кроссовер, но она уже, тем не менее, была. Поэтому машина для меня крайне интересная, что она, знаете, когда они заранее закладывают в машину один двигатель и берут механическую коробку даже не от себя, это значит, что компания идет на риск. Всегда есть у американцев такая история, то есть они быстренько собирают из того, что можно сейчас вот туда-чудак и поехали. И в итоге он взорвал. Это очень приятно. То есть, эта машина легенда, она легендой была всегда. Если из совсем известных фильмов, то эта машина мне запомнилась, например, по парку Юрского периода. Именно на ней удирали от динозавров постоянно вот на почему-то эксплорере. Ну, потому что и фильм тот. То есть, она харизматичная, она выглядит, очень напоминает, естественно, все, что было того времени. Это и Гранч Рокки, вот это характерные поворотники внизу. И это все она напоминает, на самом деле. Все они были примерно тогда похожи. То есть, он не должен был быть уникальным, он не должен быть никаким. Это просто идеальная совокупность качеств, которая выглядел так, как он должен был выглядеть в Америке в начале 90-х. И американцам это очень зашло. Что касательно европейского рынка и прочего, конечно, мы понимаем, что в начале 90-х 4 литра на 160 сил, даже по меркам Европы это уже было что-то как-то прямо совсем не круто. Именно поэтому какого-то глобального распространения вне Америки, то есть Европы или прочее, эксплорер как-то кого-то не сыскал. Не сыскал, вернее, да. Впрочем, это не делает его менее крутым. Это действительно мощно, потому что суперрама на супердвигателе, ну, как супердвигателе, там 300 моментов так-то, если что, с 4 литров снято на V6, на 6-ти цилиндрах. Причем двигатель, по-моему, в рестайлинге даже подвергался какой-то форсировке. Впрочем, это все не важно. В чем проблема этой машины сейчас и почему вы, допустим, такую купить себе не сможете. А если сможете, то это вам очень не понравится. В том, что ее будет сложно чинить, прежде всего. У меня очень много знакомых есть, у кого всякие там огромные рамы, там, 350-е Форды, и еще вот это все действительно именно классика, прямо чисто американская. Так вот, это все здорово, но это все, во-первых, не самое надежное. Никогда американцы не делали супер прямо вот эти вот... Есть, конечно, легенда, что моторы, кувалда, а как же там вот эти все ЛС и прочее. Но это исключение из правил. Во всем остальном, если мы тем более говорим V6, то здесь все очень понятно. Мотор подвержен также поломкам, он может ломаться иногда. Также все это дюймовое, запчасти на это искать все чрезвычайно сложно. Да, есть специализированные сервисы из целой компании, что только стоит Chevy Plus, ребята, вы красавчики, если бы не вы, то владение американцам, наверное, в этой стране было бы, ну, прям совсем больно, благодаря вам, вы все-таки держите. Молодцы, хотя и дорого, все на вас жалуются, трындец, но с другой стороны, куда вы денетесь, есть решения, есть как бы они. Но все равно, что-то искать, что-то находить будет чрезвычайно сложно, поэтому в этих машинах, если мы говорим в России, всегда огромная доля колхоза. Оригинальных запчастей искать долго, всегда так было, всегда так было, и в 19-м, и в 21-м, и до пандемии, до чего хотите, всегда было искать очень трудные эти запчасти. Они просто всегда ехали издалека под заказ и стоили просто в два-три раза дороже, чем от европейцев, поэтому не теряли смысл. Эта машина неконкурентоспособна в плане ремонта и обслуживания стоит диких денег. Но вы взамен на это получаете кайфы, и вот я уже вижу, как мы, допустим, здесь где-нибудь стоим в 90-х, типа такие все капец бандиты, и да, мы ищем трактор, чтобы отсюда выехать, потому что полного привода. Нет. Что за дичь? А я вот поэтому не глушу никогда машины. Да, блин! Что за звук? Был такой звук? Дикий. А пол? Наверное. Есть постер? Нет, с собой нет. Ну, это механика, мы можем завести его. Да. Не передача. Нет, не в клине. Он бы не поморачивал вообще. Толкать это бесполезно, я думаю. Ну, да. Ну, давай на задний заводиться. Давай на задний заводиться. Стой, 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 стой. Занялась, да? Нет, не завелась, она еще пробуксовывает, блин, поэтому ей не зацепиться задний. Давай еще разик. Тени, 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 тени. Не, у нас что-то не то, короче, с мотором, потому что он просто не заводится. Да. Возможно, бенз, бенз, стрелка на нуле лежит у топлива. Ну, короче, ситуация такая, что у нас машина погибла, и наиболее логичная вероятность, из-за чего она погибла, это кончился бенз. Стрелка лежит на нуле с самого начала. По крайней мере, с этого неплохо было бы начать. Учитывая, что все остальные приборы у нас работают, давай правее, ближе к нему, забирайся, не бойся, не соскочишь. Давай, 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 сюда, 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 сюда. Ну и все, и пошел прямо, красавчик. Короче, начать стоит с бензо, потому что все остальные приборы работают у нас, а бензо лежит на нуле с самого начала. Вероятность его у нас просто он кончился. Ну, по крайней мере, согласите, самое простое, сейчас привести 10 литров бензина, заправить его, и поскольку мы на механике, прикинь, мы можем его завести с троса. И еще где-то, по-моему, даже бустер есть, возможно, с собой. То есть мы, может, его и даже и прикурим, и в любом случае, если что, заведем с троса. Был бы бенз. Если это не бенз, то тогда дело дрянь, тогда будем воскрешать. Но вероятнее всего уже завтра. Сейчас дожидаемся бензина и греемся. А, черт. Ладно, ждем бензина, тогда просто безгреемся. Два часа позже. Так, спасибо Игоряну. Игорян красавчик, Игорян привез бенза. Целая канистра, в которую помещается целые, как мы видим, два галлона. То есть где-то там восемь с половиной террит девять литров. Сейчас. А не десять. Просто многие думают, что эта канистра десятка. Но на самом деле нет, она не десятка. Но этого в любом случае нам хватит, чтобы завести машину. И еще Игорян самое главное привез провода. Бустера не нашлись, но значит прикуримся. По крайней мере, крутить будет какое-то время. То есть бенз есть, электричество есть. Сейчас что-то поедет куда-то. Мы сейчас, я думаю, сразу увидим, если я заведу его и стрелка шелохнется у бака. И мы тогда сразу поймем, это будет просто в моменте, очевидно, топливо это или не топливо. Потому что, я тебе говорю, она с покупки в нуле. Я еще подумал, ну, наверное, просто что-то неисправное и все. Даже не придавало тому значения. А это походу единственное, что здесь еще работало. Нет, топливо лежит внизу. Но с другой стороны, здесь всего 9 литров. Не факт, что оно там что-то и должно было показывать. Давай, 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 еще, 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 еще идеально. То, что у нас мертвая аккума, это абсолютно нормально, потому что эта машина уже была в продаже, по отчетам это можно видеть, причем буквально месяца полтора назад и она за 55 тысяч, за 55 тысяч в продаже была, но без аккума и без тормозов. То есть ребята, видимо, выкупили ее за 55, кинули какой-то аккума с помойки, как-то зашакалили тормоза, и вот вроде она даже и на ходу. Соответственно, 120. Понятно, что это оверпрайс, но мы все время говорим, что не повторяйте того, что мы делаем на видео сами. Сейчас или заведется, или нет. Обалдеть! Все так просто было? Серьезно? Все идеально работает. Все. Так пусть оно идеально продолжает работать. Нужно, чтобы кто-то крокодилы при этом снял, чтобы два генератора друг с другом не боролись. Есть такая рекомендация. Давай, сейчас ты заведешься, я сниму. Давай, давай. Суперчок! The Next Day The Next Day The Next Day The Next Day Так, 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 блядь. Так, трындец. У нас тут проблемки. У нас тут очень мощные проблемки. Трындец. Мы загорелись. Мы загорелись. А вот это жопа. Надо где-то встать. Ой, как жарко сразу. Становится. Надо, чтобы дверь, чтобы не закрывать проезд. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, как горячо. Камеры надо взять. Надо срочно брать камеры. там так жарко там очень жарко стало а что-то могло так слушая а у нас напомню что в баке наверное литров 8 из там скольки то там сейчас хорошая тема подойти потушить но мне кажется что да может еще раз бахнуть но ведь жутко интересно отрезка идет да вон она и горит там до бочина горит возле бензобака для я возле бензобака не буду подходить конечно же есть согласно закона только в рунгеле здесь нет вот в чем проблема короче сзади вдоль потолка прям по верху такие искры красные горящие я я шпигнулся думал что шапка сейчас загорится как-то вот воздух с передних открытых стекол как будто наоборот за типа или знаешь потому что она дырявый потому что грёбаный пол поэтому воздух сзади тащила вперед вдоль потолка потолок горит смотри как вот это экшен смотри потолок занялся первым да да через потолок вон вон капли с потолка смотри как падают вниз и все пошло так я же gopro взял альфу взял больше штамм ничего не было телефон мой где сейчас надо возвращаться телефону будни в кармане мои stories за 2015 блин нифига смотри как вообще вот это что-то началось до тяга по его протянула ветром блин и в по потолку развивается все да смотри не по низу идет удивительно потому что у нас салона почти сзади не было да салона ухты не было вер не было не за что по нему что-то был бы диван может хотя бы да я знаю что успел эстеску забрать о это наша любимая заклинила провода и он теперь будет гудеть всегда как трагично ух как они где резко как-то до окна тяга тяга кислород и черный пошел дым если бы она не хлопнула в начале я может быть даже тушил бы служи но когда там остаются взрывы внутри тачки к ней подходить ребята так себе идея еще есть момент ты начнешь открывать 2 чтобы я у тебя жаром еще обдаст и туда воздух пойдет она еще сильнее начнет это к справке почему например машины в европе не оборудованы огнетушителями завода его там нет потому что считается что после возгорания машины вы должны отойти на безопасное расстояние вызвать пожарных типа не лезть самому в нее не пытаться тушить в избежание несчастных случаев с другой стороны сколько случаев когда куча людей с огнетушителями останавливалась и успевала погасить тачку то есть вот нету решения этого вопроса да блины это грустно все равно это очень грустно пусть он хоть и супер дурацкий был но он ездил и сколько нам веселья подарил в том числе вчера и сегодня и у него же перетягивали торпеду да сколько в него сил вкладывали но потом он просто взял и загорелся бак сейчас бахнет я уверен но там реально он на большой литров 80 я думаю что железное тоже 90 тогда не было пластиковых и он жахнет вот это он да все это не худший вариант из того что или это покрышка задняя вот что это было но вроде не покрышка хорошо бы чтобы бак блин там еще все догорает теперь надо получается вызывать пожарных вызывать эвакуатор нет сначала должна остыть это надо вызывать вечером эвакуатор и у нас не начал еще подкапотка до сих пор гореть я думаю что загорится должна не так этот американец рассчитывал на закончить свою деятельность хотя большинство его собратьев просто сгнивает а он ушел звездой он сгорел буквально смысле этого слова на работе на самом деле секреты успеха эксплорера даже когда я запостил с ним фотографию с рейнглером многие люди господи по полю ходил многие люди в комментариях писали что это помойка он недостоин какого-то внимания и так далее потому что опять же я напоминаю многие воспринимали как закат бронка бронка был с народным автомобилем с народной любимым автомобилем explorer впрочем позже тоже и успех здесь очень простой потому что из него же сделали в конце концов навигатор то есть из explorer по сути богатая версия explorer это линкольн навигатор линкольн ходит фордовский собственно тот же концерн секрет успеха прост что почему же в том числе объясняет почему он на заднем приводе например дело в том что вот многие современные люди жалуются что кроссоверы на переднем приводе да вот он пожалуйста был на заднем приводе фишка не в том что он должен быть всепроходимым мощным и иногда в машине слишком много опций которыми вы всеми не пользуетесь а при покупке вы за них по идее платите и вот здесь как раз была история про то что в нем было меньше этих опций а значит было меньше и цена у него был только один двигатель его всегда было легко производить не нужно было наклад держать все эти запасы действительно небольшое количество комплектации и опций и таким образом он просто был хорошим за эти деньги он был большим вместительным мягким комфортным по внешнему сильно облику он не так уж сильно от бронка вперед ушел некая преемственность сказывалась тем более опять же был двух трехдверный и в итоге он победил просто потому что он действительно стоил адекватных денег так собственно explorer и стал не знаю насчет легенды наверное да во втором и третьем поколениях это уже однозначно прям супер автомобиль но на данный момент он просто стал всенародным любимым классным автомобилем смотри зад весь полностью выгорел да только морда осталась именно торпеда горит та часть снизу трендец и равно его жалко как эти блогеры все свои машины сжигают я вообще не представляю я его знаю два дня мне его жалко уже как будто не хочется чтобы вообще что-то происходило хотя еще полчаса назад мы были готовы его просто уничтожить и бросить диму в канаве потому что ну с него больше ничего не возьмешь он же полностью кончился ладно господа огромное спасибо что смотрели это видео удачи вам до скорых встреч и пока а мы пошли всех вызывать а а а а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok